Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Мир вам, друзья, в эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, вопрос достаточно такой длинный, я его зачитаю. У моего мужа есть младшая незамужняя сестра, которая жила с родителями, но сейчас живет отдельно. Большую часть времени посвящает работе и служению церкви и людям. Родители и братья считают, что так как она не замужем, она должна жить с родителями и помогать им финансово и по дому. Что говорит об этом Библия? Библия говорит о том, что все дети, будь то они в браке или же они не вышли замуж или не женились. Все дети должны почитать родителей. Почтение к родителям означает, что мы с уважением к ним относимся и мы заботимся о них тогда, когда у них есть в этом нужда. Больше ничего Писание не предписывает. Причина, почему оно не предписывает, в том, что в разных культурах разные формы выражения этой заботы. Например, в современной западной культуре есть разные государственные службы, которые заботятся о стариках. Ну, например, есть пенсии. Люди получают пенсию в старости, и они могут прожить, и поэтому они уже не зависят от детей. До того, когда была установлена пенсия, то старики полностью зависели от того, что им дадут дети, сколько им помогут дети. Или же есть социальные службы, которые оплачивают уход за стариками. Это тоже в существенной степени облегчает или изменяет контекст. Но принцип заботы о старых родителях никто не отменяет. Конечно, когда мы говорим о том, что этот общий принцип есть, то мы не можем сказать, что он обязательно должен выражаться вот в такой форме. Если эта девушка или женщина молодая, она самостоятельно себя обеспечивает, если она живет отдельно или может жить отдельно, если на данном этапе она видит, что родители могут справиться без нее, то она имеет полное право устраивать свою жизнь самостоятельно, родители уже не могут управлять ею, потому что она хоть и не создала своей семьи, но она уже самостоятельно живет. Она уже вне зависимости от них. Если мы посмотрим Ветхом Завете, то в Ветхом Завете была другая картина, социальная картина, и женщины не имели своего собственного бизнеса или средства обеспечения себя, и поэтому они всегда жили или с родителями, или с братьями, которые, если она не вышла замуж, которые обеспечивали ее своим бизнесом. В нашей социальной структуре эта картина другая, женщина может себя обеспечивать, она может жить независимо, и поэтому к ней относятся те же самые права и обязанности, как и к замужным или женатым детям. Поэтому здесь какое-то, так скажем, специальное выделение ее, что вот она несет больше ответственности за родителей, будет неправомерным. Те же дети, у которых уже есть семьи, точно так же отвечают за своих родителей, как и эта дочь. Если ситуация в данном случае здесь говорится о нужде родителей, то есть у родителей. Вот точно так же эти старшие, вернее, старшие или какие они, ну те, которые замужные или женатые, они несут такую же самую ответственность, как и эта незамужняя. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Спасибо, друзья. На сегодня все. Благословим вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слово.орг. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.слово.орг. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok